Доброе утро, дорогие друзья! Всем доброе утро! Значит, сегодня у нас урок будет для... Чтобы сила от него пошла для установления мира. Чтобы был мир в Украине. Чтобы закончилась война. Все, мы все молимся, чтобы закончилась война. Потому что война это страшно. Нет ничего страшнее войны. И все остальные повестки дня темы, они меркнут на теме, на фоне вот этого страшного события, когда какие-то люди, страны, да? Люди в этом случае как бы не видны. Здесь страны, армии. То есть переходит на такое, знаете, как это называется, ангел-уничтожитель дается ему решет, дается ему разрешение уничтожать. И это страшно, вообще страшно. И в этот момент, это как, знаете, когда человек идет в опасное место, вот он был вообще полностью хороший человек. У него прямо все было в жизни хорошо, нормально. Он и не должен был не умирать, он не должен был не покалечиться, он не должен был. Он просто жил себе и жил хорошо, нормально жил. И тут он идет, например, такой человек, в какое-то место, в опасное место. Например, он идет в какое-то место, где собираются бандиты, стреляют там и так далее. Его там убивают, спрашивают, а почему он умер? Он же хороший, честный человек, он ничего плохого не делал. В месте опасности, в месте опасности уже все обычные законы не действуют. То есть все обычные законы воздаяния, добра, зла, там, вся вот это вот, то, что мы получаем плоды своих действий, все перестает работать. Вместо опасности там работают свои законы. Поэтому самое главное не попадать в место опасности. И война это место опасности для всех. Не только для тех, кто воюет, а для тех, кто рядом, для тех, кто вокруг. Поэтому мы все молимся, чтобы был мир. Потому что, ну, страдают абсолютно невинные люди. И на вопрос, вот сейчас я отвечал на вопрос, а почему они страдают? Потому что это место опасности. В месте опасности, значит, даже если ты невинный, но там опасно. Все, и они поэтому страдают. Поэтому надо остановить войну по-любому. И я уверен, что она остановится. Она остановится. И чем быстрее она остановится, тем лучше. И, ну, как это будет? Как будет, никто из нас не знает. Но то, что она остановится быстро, должна остановиться быстро. Это факт. Мы все этого хотим. Значит, ну, здесь есть вот сегодня как раз из книги, которую мы изучаем, «Обретение неба на земле». Да? И это книга, которую написал Любович Стереве. Здесь сегодня как раз нам попалась такая идея, которая, возможно, она даст нам такое новое направление мысли. Новое направление мысли. Значит, говорится в этом отрывке сегодняшнем такая идея, что был такой знаменитый праведник Раби Зуся из Аниполя. Был такой Раби Зуся, он жил в маленьком городишке Аниполь. Значит, Яэль, Яэль, принеси мне, пожалуйста, зарядное для компьютера. Значит, жил Раби Зуся в Аниполе, и он вдруг написана такая вещь интересная, что он учился у вора семи вещам. Как это так, он учился у вора? Разве можно учиться у вора? Написано, что можно. Сейчас мы узнаем, каким семи вещам он учился у вора. Ну, почему он у него учился? Значит, есть в Пертьевод, есть такая мишна, что Михахам, кто мудрец? Алумет, Миколь, Адам. Тот, кто учится у каждого человека. Мудрец, это тот, кто учится у каждого человека. Как царь Давид говорил, Миколь, Миламда, Искалти. У каждого, кто меня поучал, я обучался. Потому что твое свидетельство говорило мне. То есть, если мы посмотрим на любую вещь с точки зрения, что за каждым событием стоит Всевышний, то тогда мы можем из любой ситуации, из какой-то ситуации что-то выучить. Что-то выучить мы можем из какой-то ситуации. Значит, это было предисловие. Что раби Зуся из-за Ниполя учился у вора? Что он учился у вора? Значит, семь вещей он учился у вора. Мы сейчас узнаем, чему он учился у вора. Потом мы, может быть, подумаем, какие семь вещей можно выучить из этой ситуации, которая сейчас происходит. Значит, первое, что он учился у вора, вор делает все тихо. И Рэп Зуся не выставляет на показ свои достижения. Отлично. Значит, делать все тихо. Не не быть вот сейчас очень много очень много людей ведут себя на показ. Да, соцсети, они нас провоцируют больше внимания, больше внимания. То есть, в принципе, соцсети это инструмент привлечения внимания. и многие сейчас привлекают к себе внимание. Рэп Зуся, он у вора учился все делать тихо. Второе, второе, вор направляет все свои силы на достижение той цели, которую он себе сейчас намерил, наметил. И Зуся поступает так же для того, чтобы помочь ближнему. Значит, вот здесь очень важная тоже вещь, которой Рэп Зуся учился у вора, что должна быть цель. И когда у тебя есть цель, ты на нее должен направлять все свои силы. И вот сегодня как раз утром в Синагодии на молитве было два человека, два человека. Один человек, он старался помочь значит ну там своим близким, да, которые сейчас в Украине выехать из Киева. Второй человек, он старался помочь помочь старался там еще нескольким людям, которым он старался помочь выехать из Киева. А третий был человек, который он в общем про ситуацию разговаривал, про политику, про Россию, про Путина. И видно, что вот это большая разница, да, когда ты теоретик и когда ты ставишь целью кому-то конкретно помочь. Вот Рэп Зуси у вора учился конкретите все силы направлять на достижение конкретной цели. Третье. Каждая мелочь, предусмотренная вором, кажется ему важной. И Зуси никогда не упускал возможности сделать самое маленькое доброе дело или извлечь урок из самых мелких событий вокруг. Значит, внимание к деталям и маленькое доброе дело, маленькое доброе слово. Кстати, что когда я вот обратил внимание на вот это вот три разных модели поведения, есть модель поведения кому-то конкретно помогать, есть модель поведения рассуждать о том, как кто-то что-то неправильно делает и просто теоретизировать, да. И я сразу же после этого позвонил, сделал один звонок, второй звонок, там написал в группу своим сотрудникам, что если надо посоветоваться, что каждый может со мной посоветоваться и так далее. То есть, когда ты хочешь помочь, лучше делать конкретное дело, чем разводить теорию. Дальше. Четыре. Вор тратит много сил для достижения целей. Изусе учился, молился и погружался помыслами в божественное столь же упорно. То есть, вот мы сейчас учим Тору, да, учим Тору почти 200 человек учат Тору и сила вот этого, что мы продолжаем в этой ситуации усиливаться в служении, в постижении Всевышнего, в служении Всевышнему, в молитве. То есть, ну, если спросить каждого из нас, честно только, вот прямо объективно, на сколько процентов ты, например, молишься, да, на сколько ты вкладываешь туда свою душу, когда ты просишь о мире. Если спросить меня, вот как я молился, чтобы папа мой остался жив, или сейчас о мире, я, наверное, за папу молился с большим самоотдачей, чем просто о мире сейчас. И когда ты искренне смотришь на себя и понимаешь, что какой есть запас у каждого из нас в служении Всевышнему, в добрых делах, в изучении Торы, в молитве, в эмоциональном таком служении Всевышнему, то есть рэп Зуси, он учился у вора, вор, он тратит много сил и он также тратил много сил на служение Всевышнему. Пятое, вор не делает ничего лишнего, и Зуси никогда не тратил время зря. Я помню, я помню Равыцкак Зильбер, Зеховноцедик Левраха, он вот был урок Торы и уже он заканчивается, он говорит, давайте чуть еще украдем время у будничных дел, еще поучим Тору, давайте чуть-чуть, он говорит, вот я же из Советского Союза, но в Советском Союзе, я помню, в советское время, в конце Советского Союза, принято было, все воровали, все было общее, ну не все воровали, но как бы было общее такое имущество и было принято ко всему относиться как бы, но оно же ничье, как бы, оно все принадлежит народу, и каждый, кто там где-то работал, он мог, если оно принадлежит народу, я народ, так считалось нормально что-то там себе взять, считалось нормально, и он говорит, вот, а я, говорит, давайте это качество использовать в плюс, вот как Рэм Зуси здесь, что вор не делает ничего лишнего, Зуси не тратил время зря, будем, как бы, забирать время, да, у будничного в сторону святого, шестое, чему Рэм Зуси учился у вора, вор оптимист и верит в удачу, и Зуси знает, что все будет хорошо, действительно, меня всегда удивляло, удивляло вот этот оптимизм людей, которые преступники, да, то есть, они идут на преступление, они знают, что против них милиция, полиция, прокуратура, следствие, те люди, которые, ну и так далее, но они оптимисты, да, то есть, преступники, они в принципе оптимисты, они верят, что все будет хорошо, и Зуся, он у них учился, тоже этому, и знал, что все будет хорошо, и седьмое, чему Рэм Зуся учился у вора, если первая попытка не удалась, вор пробует снова и снова, пока не добьется результата, и Зуся никогда не отступится от задач, поставленных перед ним Торой, такая интересная вот сравнение метафора, теперь, что мы отсюда можем для себя выучить, да, первое, что мы можем выучить, что любая ситуация, которая к нам приходит, она нас чему-то учит, и мы, если задним себе вопрос, что я отсюда, что Всевышний мне хочет показать этой ситуации, что конкретно он хочет мне показать ситуации, в которой мы все оказались, например, я для себя в очередной раз понял, что не знает человек, что будет завтра, никто не знает, что будет завтра, и я вам скажу так, что когда началась вот этот вот виток напряженности, я позвонил одному из самых умных людей, которых я знаю, который близок к правительству Украины, к правительству США, там, такого, ну, супер-мега, один из самых умных людей, которых вообще, в принципе, я знаю, я ему спросил, что будет, он говорит, будет все отлично, будет мир, уже договорились, минские соглашения примут, как бы, вся эта ситуация напряжения для того, чтобы выйти на позитивное решение в духе вот этого Минск-2, который был, там что-то не договорились, говорит, вообще не переживай, все будет отлично, значит, а тогда же начали падать криптовалюты, он говорит, криптовалюты падают, значит, в феврале поднимутся, в марте поднимутся, так уверенно, дал мне все прогнозы, и я сижу себе спокойно, пока мест не начали стрелять, я был в уверенности, что все идет к миру, что я понял, что не знает человек, что будет завтра, никак не знает, вот просто не знает, и все прогнозы, которые есть, нужно понимать, что это не более, чем предположения каких-то людей, которые мы, которые просто предположения, теперь дальше, что еще можно для себя выучить, что можно годами работать, годами строить бизнес, годами на что-то рассчитывать, а оно потом все рушится в один момент, рушится все в один момент, и мы не знаем, ну то есть рассчитывать на вещи материальные, на какое-то спокойствие нельзя, но тот человек, который строил свои взаимоотношения с Богом, тот человек, который строил свои взаимоотношения со Всевышним, и он, как 90-е есть Псалом тоже, Тфила, Лемуше и Шелатим, что молитва Мушерабейну, человека Божьего человека, и он говорит, Ашем Бог, Атам Маон, Аи Талану, Мидор Вадор, ты убежищем был нам, Маон это как убежище, прибежище, это как такое место, да, укрытие, и он говорил, что ты убежище, укрытие был, Мидор Вадор, во всех поколениях, даже прежде чем земля появилась, уже ты был к нам прибежищем, то есть это то, что тоже царь Давид говорил, он говорил так, Гамки и Лехбегейт Салмавы, даже если я буду идти долиной смерти, Лой и Ра-Ра, не будет со мной зла, Театай и Мади, потому что ты со мной, то есть если ты строишь себе вот это убежище во Всевышнем, и ты с ним все время, да, и ты вкладываешь в добрые дела, в заповеди, в отношениях с людьми, то именно вот в, именно это тебя и может спасти в момент, в момент вот такой сложный, потому что оно вот, даже я скажу больше, что те люди, которые боятся и держатся за деньги, я помню историю, которая меня очень сильно, когда-то, прямо эта история очень сильно меня, ну, затронула, я слышал ее по радио здесь в Израиле, один раввин рассказывал, что в 30-е годы его отец, его отец учился в Ешиве, в Прибалтите, Вильно или, ну, Вильно, по-моему, Вильно город, я не помню, и говорит, там была Ешива для самых денег, таких денег в Торе, и было принято, что люди из этой Ешивы женились на дочках самых богатых евреев религиозных того места, да, так было принято, что отец невесты, он обеспечивал потом семью, чтобы он учился и стал раввином, и для них это было очень хорошо, потому что гениальный раввин, который женится на его дочке, он хорошо относится к дочке, рождаются умные внуки, это престижно, а денег он уже заработал, и он хотел деньги, как вложить в духовность, так было принято, и он говорит, у меня мой отец был один из самых гениальных учеников этой Ешивы, и он, значит, ему предлагали разных невест, но он решил жениться на дочке главы Ешивы, а глава Ешивы, он не мог дать за своей дочке никакого приданного вообще, и он им дал только, когда он на ней женился, дал им маленькую комнатку, у него было, у самого главы Ешивы было две комнаты, он им дал одну эту комнату, а во второй комнате остался женой с другими детьми, и, значит, он на ней женился, родился ребенок, вот этот раввин, который рассказывает, он говорит, это я был этот ребенок, и потом вдруг началась война, Вторая мировая война, начинается Вторая мировая война, и Советский Союз с Германией договорились разделить, разделить Польшу тогда, разделить Прибалтику, в общем, было две недели на то, чтобы уехать, всего лишь две недели была возможность уехать тогда из Литвы, и он говорит, мой отец, ему нечего было терять, была опасность для жизни, потенциальная опасность, тогда еще никто не знал, насколько велика была эта опасность, и была потенциальная опасность для жизни, он взял маму, меня, у него не было никакого имущества, и, значит, не было никакого имущества, и мы уехали, мы уехали. Теперь, значит, когда мы уехали, через две недели вошли немцы и убили потом всех евреев, которые остались. Это тоже, кстати, важный урок, что в момент, когда зло побеждает на какой-то территории, то страдают абсолютно невинные люди, дети, женщины, в любом случае, во время войны победивших нет, с обоих сторон победивших нет, война, она уничтожает всех, и цена за победу, она огромная, цена за проигрыш, она примерно такая же. Теперь, остальные, те, кому было что терять, у них были магазины, у них были фабрики, у них были деньги, они боялись уехать, они думали, успокаивали себя, все обойдется, все обойдется, будем сидеть дома, нам здесь спокойнее, как-то все обойдется, и их убили. Теперь, значит, это то, что я хотел сказать, что человек, это мой личный вывод из этой ситуации, человек, который вкладывает в и свою надежду, и свое, свою, как сказать, себя вкладывает в то, что он думает, что он может здесь обеспечить какую-то надежность, надежности нет, нету надежности, то есть мы видим сейчас Украина, я вам скажу так, что самые мои жуткие прогнозы, это что будет вторая Чечня, как была Чечня, когда, если кто помнит, начинался каденция в России, то была чеченская война, и это просто сравнялись, просто они тогда сравнялись с лицом земли, да, Чечню, и страшный сценарий, такой же был сценарий в Сирии сейчас, да, в Сирии, то есть это страшный сценарий, и это самое худшее, что может быть, потому что, ну, как бы, ну, это страшно, честно вам скажу, это страшно, и, что я могу сказать, что те люди, которые, у которых главное, у них, их достижение, достояние, это связь со Всевышним, то они, конечно, собрались, уехали, и, ну, есть, а есть кому некуда ехать, что им тогда делать, простые люди, что им делать, да, я не знаю, честно вам скажу, я не знаю, что в этой ситуации лучше, и, ну, могу точно сказать, что самое худшее, что может быть, это затяжная война, как была в Чечне, или в Сирии, которая оставит без крова, без средств существования, миллионы людей, вот это страшно, это страшно, то есть, это самое страшное, что может быть, это затяжная война, поэтому, надо молиться, чтобы вот в эту, ближайшие там, два-три дня, что-то произошло, какое-то чудо, а не о том, чтобы продолжалась война, чтобы кто-то кого-то победил, победивших нет, то есть, если будет продолжаться война, то победивших не будет, будут все проигравшие, вот, поэтому, надо молиться только, мне кажется, об одном, чтобы каким-то, любым способом, война остановилась, и политически, то есть, когда люди будут разговаривать, самый плохой мир, чем война, то есть, это мое личное убеждение, значит, и об этом надо молиться, все, желаю всем здоровья, выздоровления, всем совет, скачайте на русском языке книгу Таилим, псалмы, псалмы царя Давида, и вместо того, чтобы волноваться, волнение, оно и заставляет, и заставляет, как раз обратиться к Всевышнему, читайте псалмы Давида, и молите, чтобы вот прям каждый псалом, чтобы остановилась война, чтобы остановилась война, чтобы остановилась война, потому что, если будет Татьяна Пашала, она хочет партизанской войны, то будут страдать годы, годы и годы, не надо молиться за войну, нужно молиться за мир, чтобы восстановился мир, все, удачи, успехов!